Асфальт плавится, люди погибают, аномальная жара сменится штормом и похолоданием. Какие еще сюрпризы готовит природа и как к ним готовиться? Чувашия в космосе. На космодроме Байконур в Казахстане последнее приготовление к старту ракеты-носителя. Что нарисовано на борту и как республике удалось стать пионером космоса? Дважды два равно пять. Удручающие результаты итоговые аттестации по математике среди девятиклассников. Плохо учат или плохо учатся? Изнуряющая жара, удар по здоровью. В Чебоксарах на остановке скончался 57-летний мужчина. Точную причину смерти еще установят судмедэксперты. Но уже сейчас озвучена предварительная версия трагедии. Аномально высокая температура воздуха. В свою очередь врачи отмечают, что в июне к ним обратились порядка полусотни человек, которым стало плохо из-за погоды. Нынешний июнь в Чувашии стал самым жарким за последние 11 лет. Хотя рекорд 48-го года, когда термометры показывали 40 градусов, пока не побит. Татьяна Молокова с раскаленных улиц передает. Лето, Волга, пляж, температура под 40. Но как в такую жару не окунуться, тем более, что купаться разрешено. Несмотря на рабочий день, народу в воде не меньше, чем на берегу. Уважаемые отдыхающие, в целях вашей же безопасности просьба не заплывать за пульки. Родители и взрослые, контролируйте своих детей, не оставляйте их одни. Ежедневно здесь до 6000 человек. На весь пляж трое спасатели работают с 10 утра до 8 вечера. Любители ночного купания и утренних заплывов отвечают за свою безопасность сами. Но даже под присмотром человеческая беспечность не знает границ. Много за вашу смену вам удалось людей спасти? Очень много. Сейчас примерную цифру назову. Человек 15. В основном тонут дети. Вот смотрите, такая маленькая зона для купания. Почему так сделали? Здесь очень находится большая 6-метровая яма. Дети в основном заходят в воду и начинают сразу тонуть. Поэтому мы сократили немножко зону буйков поближе, подставили специально к берегу. Плавать же невозможно. Я понимаю, что невозможно, но в целях безопасности так должно быть. Хорошо, спокойно, под защитой наших спасателей. Сегодня вообще отлично. Сегодня, в принципе, и погода благоволит. И, в принципе, народа сегодня не так очень много уж. В принципе, ну, очень хорошо, очень хорошо. Спасатели видно? Спасатели, ну да, прям практически рядом они всегда. Практически всегда рядом, то есть их видно и слышно даже. Вот в рупорах все время кричат, они говорят. И лодочки вот здесь вот тоже постоянно плавают, проплывают, то есть контролируют. А было такое, что спасателей не было? Ой, нет. Ну, что-то не помню. Они плавают, транследят. Туда-сюда ходят они, да, и плавают за буйками обязательно. Помню, у меня вдруг тоже выпало, мы замечание сделали однажды. А спасателей мы видим, да, спасатели видим. Единственное, что их не слышно как-то, может быть, чтобы они погромче. Потому что люди все-таки за буйки заплывают. И им надо поактивнее себя вести, скажем так. Вот они говорят, что они за несколько дней спасли человек 15 за это время. Ну, наверное, наверное. Это очень хорошо, потому что люди, конечно, ну не все соблюдают порядок и заплывают за буйки. Конечно, может случаться всякое. И их работа, конечно, очень нужна. МЧС регулярно публикует сводку. В списках значатся утонувшие на оборудованных и диких пляжах. За неделю 9 человек. Эти чудовищные кадры из Алатарского района. Пикник у воды закончился несколькими часами работы водолазов. Тело утонувшего мужчины искали в небольшом пруду. Судя по прогнозу погоды, в ближайшие сутки у спасателей работы меньше не станет. 30-го у нас опустится где-то пока еще ненамного, где-то 23-28. То есть мы пройдем вот этот холодный фронт. Вот он он, первый холодный фронт. Мы его пройдем. За ним вот температура где-то 23-28. И когда к нам подойдет второй холодный фронт, вот там еще понизится температура. И там уже где-то днем 20-25. Когда это будет? Это уже с первого числа. Начало июля станет лишь передышкой. Уже в первых числах столбики термометра снова вверх. Вот здесь вот на северо-западе стоял обширный циклон. И на высотах был обширный гребень. Не циклон, а антициклон. И они сюда никого не пропускали. Месяц целый. За нас идет борьба, за нашу территорию, но никто не может друг друга побить. Ни один антициклон. Никто. Ни циклон, ни антициклоны. И пока идет борьба между циклонами и антициклонами. Остается только спасаться от жары. Врачи рекомендуют как можно меньше времени проводить на улице. В солнечную погоду непосредственно нужно обязательно носить головные уборы. Любые, желательно из натуральных материалов, чтобы теплообмен не нарушался. Носить зонты с собой, укрываться любыми подручными средствами. Поскольку нужно с собой бутылочку воды всегда носить. Рекомендуется выходить на улицу, гулять в тенистых, прохладных местах. Либо выходить рано утром или поздно вечером, когда нет уже ярких лучей солнца. Сейчас синоптики опасаются давать долгосрочные прогнозы. Как поведут себя циклоны и антициклоны, когда пойдет освежающий дождь. Главное, чтобы аномальной жары к нам не пришли. Аномальные ливни. Как это случилось в Москве, которая тоже несколько недель изнывала от зноя. Это видео без комментариев. Что называется, дождались. Татьяна Молокова, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Игорь Зверев, Республика. На космодроме Байконур продолжается активная подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС-17». По программе Международной космической станции. Напомним, в рамках соглашения, подписанного на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, на грузовой корабль нанесли традиционный чуварский узор – желто-красную восьмиконечную звезду. Надпись «Чуваша» и портрет дважды героя Советского Союза летчика-космонавта, уроженца республики Андрияна Николаева. Свидетелем старта станет делегация из Чувашии, в том числе и съемочная группа программы «Республика». Прямая трансляция в нашем эфире и на сайте ntrk21.ru. Пуск ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблем запланирован в ночь на 30 июня с гагаринского старта космодрома Байконур. Он доставит экипажу Международной космической станции топливо, питьевую воду, кислород в баллонах, а также различные оборудования и материалы. Сегодня во второй половине дня прошли генеральные испытания ракеты, вплоть до имитации старта, полета и отделения корабля на целевой орбите. Новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. В Чувашии появятся кафе и рестораны с так называемыми бесковидными зонами. С 1 июля в заведения будут пускать только тех, кто предъявит сертификат о прививке или отрицательный ПЦР-тест. Екатерина Шиверова одной из последних выпила чашку кофе по старинке. В Чувашии ужесточают противоэпидемиологические меры. Ситуация, согласно прогнозам, будет только ухудшаться. Ежедневно растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки диагноз подтвердили у 55 человек. Пятеро в списке умерших. Спасение от смертельной заразы одно – вакцинация. Мы уже вакцинированы, я лично за. Я за вакцинацию, потому что я хочу чувствовать себя в безопасности в любом месте, скажем так. Хочу, чтобы я не представил для кого угрозу, и чтобы угроза не исходила от кого-то ко мне. Лично я вакцинировалась добровольно, потому что не хочу подвергать своих близких опасности. Мало ли где могу подхватить инфекцию. У меня мама старенькая, у меня дети, у меня внуки. Насчет безопасности я, конечно, согласен, но методы уж слишком драконовские. Очень странная ситуация с тем, что люди не хотят вакцинироваться. Антипрививочников все меньше. Те, кто еще несколько недель назад был категорически против прививки, все-таки переходят на сторону здравого смысла и медицины 21 века. Я пока нейтральное положение, так сказать, занимаю. То есть я не тороплюсь, так как мне не надо. Когда надо будет, я сделаю. Ну, конечно, против. Против. И не хотели бы вакцинироваться, потому что мы не знаем, как это... на нашем здоровье отразиться. Мы лучше дома будем сидеть, чем будем вакцинироваться. Специалисты настаивают. Необходимо наращивать темпы вакцинации и усилить контроль за соблюдением так надоевшего масочно-перчатного режима. Минздрав переходит в режим повышенной готовности. Уже с 1 июля, чтобы просто попить чашечку кофе, нужно будет предъявить вот такой кулар-код. Получить его можно на сайте государственных услуг после прохождения вакцинации. Предъявить его можно, не опасаясь, что ваши персональные данные будут раскрыты. В Роспотребнадзоре настаивают. Необходимо запретить работу кафе и ресторанов с часу ночи до 6 утра. При этом доставлять еду на дом никто не запрещает. По-прежнему можно купить обед или ужин, что называется, с собой, как и перекусить в придорожном кафе или на фудкорте в торговом центре. Рестораторы снова готовятся подсчитывать убытки. Даже придумали, как победить ковид и не погубить бизнес. Это были предложения и о том, чтобы упростить открытие летних веранд. Мы понимаем, что летние веранды это более безопасное местонахождение для абсолютно всех. Это и возможность сделать доставку более доступной. На примере Республики Татарстан там есть субсидия для кафе, которая помогает им компенсировать эти расходы на доставку. Владельц кафе признается, что идея по организации работы общепита во второй волне эпидемии смертельного вируса пока остается только идеями. И соглашается, что ни при каких условиях нельзя человеческие жизни поменять на чашку даже самого вкусного кофе. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Центр патриотического воспитания молодежи «Авангард» в ближайшее время начнет работу в Чувашии. Для этого перепрофилируют детский лагерь «Звездный» в Цивильском районе Республики. Образовательные программы не ограничат летними каникулами. К работе с детьми привлекут студентов старших курсов педагогического университета. В рамках проекта проработают систему привлечения молодых педагогов в сельские школы. Главная наша цель – это тоже, чтобы, с одной стороны, чтобы эта работа велась системно, масштабно, и самое главное, чтобы она была полезной и интересной для самой молодежи. А интересная и полезная это будет тогда, когда сама молодежь вовлечена в процесс выработки и реализации молодежной политики. И вот ровно вот эту цель я бы эмиссию сформулировал бы перед министерством, либо там госоргоном. И, исходя из этого, дальше выстраивал бы работу. Каждый пятый двоечник, удручающий результаты государственного экзамена по математике, продемонстрировали девятиклассники-чуваши. Если в абсолютных цифрах статистика выглядит вот каким образом. Сдавали ОГЭ порядка 12 тысяч ребят, 2340 из них получили неудовлетворительные оценки. Кроме того, двойки по русскому языку у трех сотен девяносто восьми человек. Эти результаты хуже, чем в 2019 году. В 2020 году у нас экзамены не проходили. И эти экзамены не проходили здесь. Мы для себя сейчас поставили задачу проанализировать в разрезе каждого образовательного учреждения и в кратчайший период отстроить работу по педагогам, если много ребят из одного класса. И индивидуальное сопровождение, потому что по качеству образования надо сейчас поучаствовать, чтобы ребята дальше к ЕГЭ подошли более готовы. Между тем, ситуация с успеваемостью в 11 классах внушает оптимизм. В целом, средний балл по всем семи предметам ЕГЭ оказался выше, чем в прошлом году. В регионе 46 стобальников. Двое получили высший балл по двум предметам одновременно. Четверо пытались списать, за что были удалены из аудитории. Те, кто по разным причинам не смогли сдать экзамены в общем потоке, будут отвечать на вопросы тестов в резервные дни. Вернуть к жизни науку и жизнь. Старейшая просветительская организация общества знания должно обновиться в духе времени. Такое поручение дал президент Владимир Путин. На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества знания. Все мы о нем хорошо помним. Последние годы оно вроде существует, но вроде его как и никто не замечает. Напомню, общество знания существует 47-го года прошлого века. В свое время оно выпускало всем известный журнал «Наука и жизнь». Оформить подписку на который было большой удачей. Снимались просветительские и научно-популярные фильмы на самые разные темы. Сегодня проекты общества, лекции, вебинары, форсайт-сессии и воркшопы. Всего 18 миллионов участников. Переход на новые форматы позволит не просто увеличить аудиторию, но и вернуть былую популярность. Социальный контракт Социальный контракт уже не первый год пользуется спросом у безработных граждан как существенная форма государственной помощи человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Это адресная помощь тем, кто долгое время не может найти работу. Сотрудники Центра занятости Канаша организовали встречу с заинтересованных сторон. Тех, кто предоставляет адресную помощь, кто ищет работу и кто уже зарабатывает благодаря социальному контракту. Вопросов оказалось немало, поскольку условия заключения социального контракта в 2021 году существенно изменились. Пособие и социальный контракт. В чем разница? Пособие, материальная поддержка Центра занятости до 12 месяцев в зависимости от возраста, стажа, сроков и причин увольнения, а также от размера заработной платы безработного гражданина на предыдущем месте работы. Социальный контракт в 2021 году – денежная помощь на поиск работы, или трудоустройство только малоимущим безработным гражданам, которые в рамках социального контракта смогут переобучиться на востребованную специальность или повысить имеющуюся квалификацию. Пополнить ряды самозанятых и осуществить свою давнюю предпринимательскую мечту в рамках социального контракта смогла и Людмила Дмитриева. Человек она творчески год назад решила посвятить себя любимому деву и освоила специальность дизайнер костюма. А потом узнала новые условия соцконтракта, позволяющие ей пополнить свои знания и овладеть еще и искусством дизайна интерьера. Людмила заключила социальный контракт, в рамках которого открыла ИП и прошла переобучение. Единовременная финансовая помощь по соцконтракту составила 250 тысяч рублей. Мы сейчас приобрели на 250 тысяч новое оборудование, в том числе вышивальную машину. Так как я сейчас соединилась с еще одной из самозанятых, мы имеем целую мастерскую. Я считаю, что эта помощь очень важна, уже потому что мы можем развиваться дальше, глубже в своем направлении. Свою нишу нашел и Денис Толстов. В конце прошлого года он смог открыть мастерскую в сфере техобслуживания и ремонта автомобилей. Соцконтракт помог и дал нам толчок на развитие еще более. Появились рабочие места. То есть господдержка помогла мне. В районе 250 тысяч превзошло те ожидания, которые я планировал. Помощь в поиске работы и трудоустройстве, в организации своего дела или личного подсобного хозяйства. Сегодня люди, чей доход ниже прожиточного уровня и обратившиеся за помощью в Центр занятости органы соцзащиты, могут получить поддержку по всем трем направлениям. Правда, воспользоваться можно только одним вариантом. Оказание помощи при поиске работы. Данное направление предполагает оказание денежной выплаты в размере 10 361 рубль. в течение не более 4 месяцев. Второе направление – это оказание помощи при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности самозанятости. Здесь оказывается единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей. Как видим в этом году, социальный контракт – это адресная помощь малоимущим безработным людям с возможностью переобучиться на востребованную специальность с гарантией последующего трудоустройства. И важно знать, что в период обучения безработному оплачивается пособие в размере 30 тысяч рублей, а также стипендия 5 180 рублей в месяц. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Чуварские населенные пункты могут пополнить список самых красивых деревень и городков России. В Республике работает экспедиция по Волжье. В ее составе эксперты, которые и определят уровень привлекательности поселков. Итоги станут известны совсем скоро. Тем временем... Козловку сами жители называют маленьким зеленым сердечком по Волжье. Леса, холмы, волжские излучины создают особый природный ландшафт. Старинная часть города еще сохранила купеческую вальяжность, но рядом уже успели вырасти многоэтажки. И они, увы, явно не красят облик Козловки. В турмаршруте – дом музея известнейшего математика Николая Лобачевского, дом купца Волчкова, он же дом со шпилем, смотровая площадка «Птичий полет», самая высокая точка над уровнем Волги, на территории Республики и многое-многое другое. Мы рады тому, что мы живем на берегу Великой Русской реки Волга, а летом наша Козловка превращается в маленький Крым. Сегодня вы можете в этом убедиться. Сегодня жаркий день, город полон туристов, гостей, наших жителей. Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» существует уже 7 лет. За все время к ней присоединились 25 участников, еще 40 в процессе вступления. Отбор идет строгий, есть свои критерии. Один из них – в таких городках, селах и поселках должно жить не более 30 тысяч человек. Просто по определению самых красивых не может быть слишком много, потому что это самые красивые. У нас 5 городков. Мы принимаем городки, сохранившие свою связь с сельской местностью, такие традиционные, исторические города. Экспедиция побывала в Ядренском, Марпосадском, Цивильском и других районах. Шансы войти в ассоциацию есть у многих городков и сел республики. Надо всего лишь сохранять свою аутентичность и развивать индустрию отдыха. Ульяна Пятакова, Сергей Емельянов, Республика. Шумерлинский район стал одной из главных площадок Дня Республики. В год строителей сурского рубежа и в память о работниках оборонных предприятий в деревне Шумерля открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне и единственный в районе монумент труженикам тыла. Военная статистика суха и безжалостна. Только из одной деревни Шумерля на фронт ушли 358 человек. Почти половина не вернулись. Так же, как и по всей Чувашии, с Великой Отечественной не вернулся каждый второй. Отдать дань памяти погибшим и труженикам тыла хотел каждый житель деревни. Общими усилиями оба монумента были готовы. Во время войны здесь находилась 16-я отдельная саперная часть, 500 человек. И они квартировались в каждом доме, по 4-5 человек вот здесь находились. Ну и сами жители участвовали в строительстве сурского рубежа. Есть даже полигон, он сохранился, где обучались призывники в этой деревне. Поэтому в этом отношении это идеальный вариант, где можно поставить памятник труженикам тыла. В парке заложили капсулу памяти с письмом обращением в 2045 год, когда будет праздноваться столетие Великой Победы. Открытие Парка Победы рядом со школой имеет большое воспитательное значение, чтобы наши дети, внуки, прамнуки воспитывали в себе чувство патриотизма, любовь к малой родине, память и сохраняли всегда память о тех наших предках, которые сложили головы на полях боевой славы Великой Отечественной войны. Выставка мастеров, дворики сельских поселений, торговые ряды и мастерские. Шумерли, было на что посмотреть. Дворик наш называется дом рыбака. Есть и жареная рыба у нас, и копченая рыба есть, также сушеная рыба есть. Мы очень рады, что в этом году удалось все-таки День Республики провести в нашем Шумерлинском районе. К Дню Республики традиционно приурочили и Акатуй. В этом году в районе засеяно 7700 гектаров земли, из них около 3000 – зерновыми. Уже успели заготовить 320 тонн сена и 250 тонн сенажа. Лучших работников сельского хозяйства отметили почетными грамотами и благодарностями. В конце выпуска о спорте. Впервые в истории Высшая Лига Чемпионата России по шахматам проходит в столице Чувашии. В жарких баталиях и в полной тишине за путевку в суперфинал делают ходы конем больше ста гроссмейстеров со всей России. Наталья Мальчикова следила за ходом большой игры. Игра проходит в полнейшей тишине. Такие правила диктует протокол соревнований. Интеллектуальная игра требует особой сосредоточенности. В зале наряду с именитыми спортсменами – начинающие. Честь Республики защищает двое – Анна Хмелева и Антон Смирнов. Антон с шахматами на ты. В игру с шести лет его вовлек дед. Шахматы я полюбила, поскольку это интеллектуальная игра. Она развивает различные способности, способствует расчету ходов. Сегодня я надеюсь играть на победу. Главное – играть по позиции. Партии длятся значительно дольше в силу контроля, в силу того, что соперники играют сильнее, обдуманнее. Конечно, это посложнее. 50 женщин и мужчин на 4 участника больше. Они будут бороться за звание чемпиона России по шахматам. Количество участников предполагает использование швейцарской системы. Каждый раз после тура игроки разбиваются по очковым группам. И те, которые лидеры, они в конце концов встречаются между собой. А проигравшие между собой такой турнир может стоить 2-3 лет тренировки. Потому что здесь ты видишь, как играют, видишь эту атмосферу. То есть это всегда с пользой дело. И вообще хорошо, что Чуваша приняла такой турнир. Жеребьевку проводят с использованием специальной компьютерной программы. Это быстро прозрачно. Все данные в открытом доступе. Каждый игрок может заранее познакомиться со своим противником. Именно так и сделала Анна Хмелева. Она даже выработала собственную тактику и теперь хочет проверить, насколько она готова. Я смотрела партию соперницы, как она играет последней. И по ее дебюту готовилась. Но я переживаю, потому что я подготовила такой рискованный вариант. И там острая игра получается. И есть шансы на победу. А также можно и проиграть, если сделать один неточный ход. За каждым ее ходом в соседнем зале по монитору внимательно следит отец. К игрокам никого не пускают. Сидим, сейчас смотрим, наблюдаем за ее игрой. Значит, обсуждаем правильные и неправильные ее ходы. Смотрим на специальные программы, движок шахматный, который дает оценку позиции, оценку ходам. И, соответственно, опираясь на оценку, мы предполагаем, какие шансы у нее. Оценка пока в пользу Ани показывает. Но вся игра впереди. Тут уже от мастерства зависит. Соревнования завершатся 5 июля. За 9 туров жюри предстоит отобрать 5 сильнейших игроков, которые и выйдут в суперфинал. Это предпоследний этап перед чемпионатом России. 12 сильнейших шахматистов будут разыгрывать титул. Четверо уже отобрано с прошлого года. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Николай Скворцов, Республика. В Чебоксарах завершился 102-й чемпионат России по легкой атлетике. Его победители займут место в олимпийской сборной и отправятся на игры в Токио. С теми, кому совсем скоро будет рукоплескать планета, уже сегодня познакомилась Юлия Важенина. Медалисты олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Всего около 1200 спортсменов вышли на старт чемпионата страны по легкой атлетике. И как итог 42 комплекта наград. Но на олимпиаде в Токио выступят только 10 отечественных легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Было все на этом чемпионате, были эмоции, были результаты. Но в принципе все наши ведущие спортсмены в очередной раз статус сильнейших подтвердили. Москва и Московская область, Санкт-Петербург традиционно представляют сильнейшие команды. И даже жара не помеха, хотя будь температуру градусов на 10 ниже было бы легче. Тяжело в такую жару бежать. Но справились всей командой. Конечно, все молодцы. Все хорошо передали, все хорошо было. Жарко было не только на самом стадионе, но и на трибунах. Семья Федотовых, постоянные зрители соревнований. Каждый год все вместе приходят болеть за любимых спортсменов. Здесь выступают сильнейшие спортсмены России. И всегда приятно посмотреть, что в нашем городе проходит этот чемпионат. Вот сына с собой беру, он тоже любит бегать очень. Я сам занимался раньше легкой атлетикой, поэтому прививаем любовь к спорту с малых лет. Закрывало чемпионат эстафеты 4 на 400. Это, пожалуй, самый зрелищный вид легкой атлетики. Здесь первыми финишировали участники команды из Питера. Их результат – 3 минуты 4 секунды. Наша команда сравнила с полетами птиц. А в частности с Апсаном, который мчится на скорости 300 км в час. Нас не остановить. В этом году соперники были очень достойные. Мы уже выигрываем эту эстафету на протяжении 5-6 лет. Должна быть команда. Это слаженная работа. В ней нет одного сильного, другого слабого. Это не только одного человека победа. Это победа всей команды. Сборная Чувашии завоевала две медали чемпионата. Анжелика Сидорова принесла Республике золото, Екатерина Ишова – серебро. Юлия Важенина, Алена Сусметова, Николай Скворцов – Республика. Это главные новости Чувашии в понедельник, 28 июня. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова